Приветствую вас, Александр. Смотрите, какая получаются истории? Люди находятся в отношениях друг к другу как определенные личности, да? Как определенные, так и устойчивые, эм, субстанция, скажем так, как определенные устойчивые категории. И, ммм, отталкиваться при взаимодействии, при взаимодействии можно только от того, что я и ты, мы личности, мы цельные личности, и у нас нет каких-то таких критических конфликтов, которые нарушают целостность личности. Ну, примеры таких конфликтов можно привести самые разные. Например, человек, страдающий какой-либо формы зависимости, вот, будь то алкогольная, будь то наркотическая, будь то никотиновая, будь то игровая, будь то рабочая, да, трудоголики. Человек, вот, страдающий зависимостью, как раз таки представляет из себя хороший пример нарушения, нарушения, нарушения цельности личности, когда личность не является полной, не является целой, не является физическим. И основная проблема взаимодействия с таким человеком заключается в том, что ты не очень понимаешь, с кем ты взаимодействуешь. То есть, а кого я вижу перед собой, кто передо мной находится? Тут вроде бы один человек, потом хоп, он вроде бы другой человек, да? Вроде бы мягкий, спокойный, ласковый, нежный, заботливый, щедрый, умный, общительный. Но потом раз, происходит что-то, и человек становится полной противоположностью. И получается, что я не знаю, кого я вижу перед собой, не знаю, с кем я общаюсь, я не знаю, кого я вижу, я не знаю, кто передо мной. И в этом, наверное, заключается самая главная проблема. Глобально, почему девочка ваша выбрасывала две недели первых и, собственно, перешла в своем внимании к другому мужчине. То есть, глобально, даже дело не в том, что вы ее ударили за ударили. Это неприемлемо, это не очень хорошо, вы понимаете это сами. Вот, но дело даже не в этом. Дело в том, что вы сказали, что это больше не повторится, а это произошло снова. И девочка понимает, она не знает, с кем она находится, она не знает, кто перед ней. И ей тяжело, потому что это нестабильность. Это нестабильность, это неопределенность. Поэтому, идея здесь заключается в том, вам нужно понять. Но, прежде чем девушку возвращать, необходимо вам обрести целостно своей личностью. Вот. Для этого нет. Отнюдь не нужно ставить целью своей. Прекращать насилие. Потому что насилие, это всего лишь следствие определенных проблем. Но вы за эти проблемы несете ответственность. Вы несете ответственность за то, что происходит. Что за ваши проблемы отвечает другой человек. Если у вас определенные проблемы, например, есть страх, потому что насилие, это вследствие агрессии, а агрессия, это вследствие страха. А страх, это не защищение. Не умение себя защищать. Вот. Проблемы у вас. А девочка, соответственно, расплачивается за это. Это не очень хорошо. Я, как говоря, это несправедливо. По отношению к ней. Я думаю, подумайте. Кому она вернется. Вы можете сказать, я все понял, я больше не буду так делать. Случит по-детски. Я верю в то, что вы говорите, и не верю, что этого не произойдет. Почему? Потому что за вашими действиями есть определенные потребности. Именно реализовывая, именно реализуя некоторую потребность, свою. Свою. Вы, что называется, используете для этих целей агрессию. Свою. И идея здесь заключается в том, чтобы понять, что это за потребность. Или претворение. Или конфликт. И поработать над этим. Поработать над этим. Помочь вам разрешить эти ссоры. И тогда, вы сможете возвращать девушку. Вот так. Какие для этого будут использованы способы, методы, не столь важны. Не столь важны. Но важно, чтобы это было проделать. Иначе, даже если случится так, что свою девушку вы вернете, дальше, это произойдет. Но, то, что вы сделали вам тарицам, она снова от вас уйдет, и тогда вы уже ее совершенно не вернет. потому, что с умом, и осторожностью, использовать тот ответ сейчас, дабы не ухудшить. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго. Удачи. Надеюсь, что вы найдете выход из ситуации, найдете возможность пройти психотерапию. и все будет у вас хорошо. удачи. Удачи. Удачи.